Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сейчас криптовалютный рынок выглядит немного лучше, чем утром. Биткоин поднимался до 17800 долларов за монету после краха ниже 16000 долларов. Почему это произошло? Потому что только что вышел новый отчет CPI и мы видим, что инфляция падает. Давай поговорим об этом. Также заденем такие темы, как способ вывести свои деньги с биржи FTX. Что находится в криптовалютном портфеле Binance, обсудим эксклюзив, связанный с крахом биржи FTX. И, конечно же, никак нельзя обойти стороной откровения генерального директора этой биржи, которая сейчас терпит крах. Будет интересно, поэтому, если тебе нравится такой формат всех самых важных событий дня в одном большом обзоре, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 4000 лайков и я буду продолжать делать это ежедневно. Кстати, если захочешь поддержать меня не только лайком, но и тезером или с чем-то другим, буду рад твоему донату по криптоадресам в описании. YouTube уже 8 месяцев не монетизирует русскоязычный контент, видеоролики отнимают много времени и сил, поэтому мне будет приятно видеть, что это хоть что-нибудь приносит мне как создателю контента. Как ты видишь, стороннюю рекламу я не продаю вообще, поэтому твоя поддержка будет весьма кстати. Буду благодарен. Ну а мы начинаем. Итак, биткоин вырос на новостях о том, что индекс потребительских цен в США за последний квартал снизился до 7,7% против ожидаемого прогноза 8%. Мало того, что реальный факт инфляции оказался ниже прогноза, так это еще и происходит четвертый раз подряд. Если мы посмотрим на график инфляции за последние два года, то увидим, что с января 2021 по июнь 2022 инфляция просто взрывалась. Но в июле, августе, сентябре и октябре она постоянно падает с 9% в июне до 7,7% в октябре. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций упала. Также индекс доллара обрушился сразу на 3 пункта. Это все очень хорошо сказывается на рынках. Так, индекс Core CPI вырос всего лишь на 0,4% в октябре, что меньше ожидаемого прогноза. А общая инфляция также упала до 7,7% в прошлом квартале против 8,2% позапрошлом. Это значит, что в декабре, когда ФРС США сообщит о новом повышении процентной ставки, это повышение будет гораздо более мягким, чем ожидается. Возможно, вместо 100 или 75 базисных пунктов они повысят ее всего лишь на 50. Рынки отреагируют на это, конечно же, очень хорошо. А теперь я хочу перейти к очень интересному эксклюзиву о том, что происходило за кулисами падения FTX. Многие люди думают, что Alameda Research начала испытывать проблемы после коллапса Terra Luna. Но на самом деле им поплохело после того, как Voyager, криптовалютный брокер, обанкротился. Впрочем, Voyager сам обанкротился из-за краха Terra Luna. Представляешь, эта ситуация на рынке, которую ты видишь сейчас, это все еще отголоски краха Terra Luna по факту. Например, Alameda Research одолжила полмиллиарда долларов Voyager, который тот не смог выплатить обратно после коллапса Terra Luna. FTX тоже инвестировал в Voyager. Чтобы баланс активов Alameda выглядел лучше, FTX просто дали им токенов FTT на 4 миллиарда долларов. Но оказалось, что какая-то часть этой суммы принадлежала клиентам биржи FTX, а не самой биржи. Вот где зарыт корень всей проблемы. Когда это стало известно, люди подумали, я не хочу, чтобы мои токены отдали какой-то там компании. Они испугались и устроили паническую распродажу своих токенов. Самая натуральная банковская паника. Что и привело к краху токена FTT. Ну и финальным штрихом оказалась ложь гендиректора FTX, которую он снова повторил. Биржа никогда не пользовалась деньгами клиентов. Хотя на самом деле пользовалась. Сегодня генеральный директор FTX разразился целым рядом публикаций в Твиттере. Он начал с того, что извинился. Простите меня, я облажался, я должен был справиться лучше. Но самое важное, что он написал. Активов под управлением FTX, по его словам, больше, чем клиентских депозитов. А значит, мы можем вернуть всем клиентам деньги, сказал он. Но ликвидности не хватает. Как у него это вообще вяжется? Он говорит, что он был убежден, что у них ликвидности в 24 раза больше, чем люди выводили за день. Но оказалось, что этого недостаточно. Ликвидности хватило лишь на 80% операций во время банковской паники. Поэтому, когда люди начали рекордно выводить, все и обвалилось. У биржи просто-напросто не хватило денег покрыть всю эту ликвидность. Плюс, как он измеряет количество активов под управлением биржи. Очевидно же, среди этих активов есть и токен самой биржи, FTT. При старом курсе, понятное дело, этого было больше, чем достаточно, чтобы покрыть клиентские депозиты несколько раз подряд. Но после обвала токена далеко нет. И в конце концов он сказал, что сейчас они стараются найти ликвидность. И если они ее найдут, то прежде всего они отдадут ее всю своим клиентам. Все это хорошо, но ведь у него теперь начинаются проблемы с регуляторами в США. Как бы ему и уголовное дело потом не пришили. В будущее. Вся эта история очень похожа на Тайра Луну. Когда Луна переживала коллапс, док Вон тоже отчаянно искал спонсоров ликвидности. А теперь это делает генеральный директор FTX. Кто вообще даст ему сейчас 5 миллиардов долларов? Если дадут, конечно же, рынок отреагирует очень хорошо. И хотя сейчас FTX даже разрешает немного выводить депозиты, якобы намекая на то, что нашли ликвидность, мы видим также и очень негативные действия со стороны крупнейших его инвесторов. Например, Sequoia Capital, инвестировавшая 210 миллионов долларов в FTX, полностью продала свои инвестиции и все токены FTT. Она снизила свои инвестиции в эту криптовалютную биржу до нуля. При этом намекнула, что больше никогда не будет инвестировать в эту биржу. Есть у меня подозрение, что и другие крупные инвесторы тоже могут сделать то же самое, а вернуть их доверие у этой биржи может и не получиться. Многие биржи испугались, что крах FTX может спровоцировать волну выводов средств со стороны их собственных клиентов. Если такое произойдет, то крахи криптовалютных бирж могут превратиться в принцип домино. Именно поэтому Binance подал всем пример, что надо делать в такой ситуации. Биржа опубликовала адрес кошелька, на котором видны все ее активы. Они назвали это пруф резервов. Другие биржи уже сообщают, что готовятся сделать то же самое для того, чтобы их клиенты были уверены в том, что они будут работать завтра. Это интересно не только тем, что биржи начинают вести более прозрачную игру со своими клиентами, но и тем, в какие активы они инвестируют. Так Binance инвестирует в биткоин. Они держат 475 тысяч монет биткоина, 4,8 миллиона монет эфиров, 17,6 миллиардов USDT, 21,7 миллиарда BUSD, 601 миллион USDC, 58 миллионов Binance Coin. Также у них есть фонд экстренного страхования размером в 1 миллиард долларов на всякие пожарные случаи. Это еще не полный список, Binance обещает в скором времени его дополнить. Остальные биржи сказали, что им необходим месяц, чтобы опубликовать свои собственные балансы. Короче говоря, Binance показывает своим клиентам, что с ними не произойдет то, что произошло с FTX и клиентами FTX. Но теперь я хочу поговорить о том, как люди сейчас выводят деньги с FTX, когда FTX запрещает это делать. Начнем с того, что стейблкоин трона USDT теряет привязку к доллару из-за опасений инвесторов, что Alameda Research его распродаст. Поэтому, если у тебя есть этот стейблкоин, наверное, тебе стоит перейти в какой-нибудь BUSD, что ли. Тем временем, Джастин Сан, создатель трона, работает с FTX над тем, чтобы клиенты этой биржи смогли вывести свои деньги. Так что, если у тебя есть деньги на FTX, ты можешь вывести их с помощью трона. Поэтому все и начали это делать. И знаешь, к чему это привело? К очень интересному эффекту, который ты сейчас видишь. На сравнении этих двух скриншотов, это график трона на Binance, а это график трона на FTX. Как ты видишь, на FTX трон просто взрывается. Он вырос с 5 центов до почти 60 центов за какой-то час. Почему? Потому что люди переводят все свои криптовалюты в трон, чтобы вывести потом свои деньги с FTX. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы регулярно говорим о самых важных событиях из мира криптовалюты. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok